Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня на моем канале. Сегодня у нас снова появилась возможность, открывая Библию, чему-то учиться у Бога. Сегодняшняя тема будет немножко необычная, потому что в самом начале я хотел бы вместе с вами прочитать особое утверждение псалмопевца Давида. Я прочитаю первую часть этого текста. Это 118-й Псалом, 86-й стих. Он прямо утверждает здесь, говорит, все заповеди твои истина. Я, когда читаю внимательно этот отрывок, первый вопрос, который сразу заставляет меня задуматься. Бог, обращаясь через псалмопевца, говорит каждому верующему, что все заповеди Божьи истина. Я, когда внимательно читаю этот текст, первый вопрос, над которым я хотел бы вместе с вами сегодня задуматься, читая этот текст, такой вопрос. Все заповеди Божьи истина или не все? Дело в том, что этот вопрос можно проверить одним простым тестом. Я имею возможность посещать разные динаминации, быть на разных богослужениях, в протестантских церквях. И вот интересно, когда разговариваешь с верующими людьми, особенно с теми, которые давно в церкви, которые много раз прочитали Библию, даже с адвентистами, которые проповедуют о законе Божьем, то интересно, что почти все не могут ответить на один простой вопрос. Я хотел бы этот вопрос задать каждому из вас. Кто из вас, слушатели, может рассказать мне самую первую заповедь, которую Бог дал народу израильскому после их выхода из египетского рабства? И этот вопрос задавал многим. Я разрешаю сейчас воспользоваться Библией. Если вы не помните наизусть, можно прочесть. Вы можете взять в электронном варианте, в гаджетах и посмотреть в поисковике. Но самое интересное, мне никто до сих пор так и не ответил. Какая самая первая заповедь, которую Бог дал народу израильскому после выхода из Египта? Потому что, когда я читаю этот текст, псалмопевец говорит, что все заповеди истина. Если многие верующие или большинство верующих не знают этой заповеди, тогда получается утверждение Давида неверно. Я хотел бы дать небольшую подсказку. Самая первая заповедь, которую Бог дал народу израильскому, она с обетованием. Это не пятая заповедь. Я говорю, самая первая. Видите, а сегодня многие верующие согласны с утверждением псалмопевца, что все заповеди истина, но не знают этой заповеди. Поэтому сегодня у нас будет очень интересное размышление. Я думал, как ее назвать, эту тему. Я назвал бы эти размышления потерянной заповедью. Я думал сначала 11 заповедь написать как заголовок, но это не совсем верно, потому что это была самая первая заповедь. И ее потеряли. То есть это была единственная заповедь, которую Бог дал своему народу сразу после выхода из Египта. Или заповедь, о которой многие даже не знают. Я хотел бы сказать еще даже больше. Интересно, что если бы евреи соблюдали эту заповедь, мне кажется, Бог на Синае не давал бы даже остальные 10. Это очень серьезное утверждение, потому что я основываюсь на Слове Божьем. Я приглашаю вместе с вами открыть сейчас один очень интересный отрывок. Самое интересное, что первая заповедь, которую Бог дал Израилю, записана не в Торе. Это меня поражает. Давайте вместе с вами откроем пророка Иеремию, 7 главу. И вместе прочитаем два стиха. 22 и 23. Здесь так написано. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжениях и жертвах. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Когда я внимательно смотрю на эту самую первую заповедь, то эта заповедь, давайте ее как бы сформулируем немножко короче, чтобы она была понятнее. Вот эта заповедь состоит как бы из двух частей. Первая часть, здесь Бог говорит, чтобы мы слышали волю Бога. То есть для меня конкретно на сегодня. И вторая часть этой заповеди, первая, чтобы люди ее выполняли. То есть если я услышал волю Божию, я должен быть послушен во всем. Вот этой открытой Божьей воле. Интересен тот факт, что эта заповедь тоже с обетованием. Смотрите, как интересно заканчивается. Чтобы вам было хорошо. Сегодня, когда размышляю об этом вопросе, большинство психологов, отмечая то, что движет человеком, подмечает факт того, что это один из самых главных мотивов поступков человека. Вот в эту когорту входили такие известные психологи, как Аристотель, Декарт, Макдау, Морей, Хал, Маслоу, Рассел, Уайт, Десси, Райан, Виннер, Райс. То есть психологи говорили, что люди, стремясь, чтобы было им хорошо, готовы что-то выполнять. То есть если мы сейчас открываем эту заповедь и размышляем о первой части этой заповеди, то стоит задуматься о том, а что вообще нам мешает ее выполнять. Вот смотрите, Бог говорит нам в этой заповеди. Первое, Он говорит, слышать волю Бога. То есть для меня конкретно на сегодня. И вот когда я читаю об этой заповеди, у меня сразу возникает вопрос, а на что ссылаются люди, когда слышат волю Бога и нарушают эту часть заповеди? Почему они ее не выполняют? Много причин люди могут находить. Первая самая причина, они говорят о том, что нам не хватает времени. То есть человеку, человек не может выкроить в своем расписании время, чтобы открыть и послушать, что Бог сегодня ему хочет сказать. Вторая причина, почему люди не выполняют эту заповедь, это время фастфуда. То есть люди хотят открыть Библию и готовый рецепт прочитать, как выйти с той или другой проблемы. Они хотят готово, они не хотят копаться, искать, находить принципы, чтобы по этим принципам жить. Третья причина, очень серьезная, почему люди не выполняют эту заповедь, это люди хорошо понимают, что за слушанием нужно что-то выполнять. Поэтому человек затыкает уши и говорит, лучше не слышать. Говорят, меньше знаешь, меньше спросят, легче спишь. Поэтому желание, еще одна причина, почему люди не выполняют эту заповедь, они хотят вот в этом вопросе переложить часть своей ответственности на кого-то. Не важно, кто это. Это служитель, это вся церковь в целом. Поэтому, чтобы лучше это понять, давайте посмотрим сначала на другой момент. То есть попробуем подойти к этой заповеди с другой стороны. Тут поднимается вопрос о слышании Бога. И сразу возникает вопрос, а каким образом Бог говорит к нам? То есть, когда мы будем размышлять об этом, мы сразу же будем выяснять по каждому моменту, вот что в этом случае нам мешает слышать Бога. Потому что Бог же не будет смс-ку нам по мобильнику высылать. Сделай то, сделай то. Как слышать Бога? Итак, первый вопрос, который я хотел бы вместе с вами обсудить. Вообще, как Бог говорит к нам? Я принадлежу к церкви адвентистов седьмого дня. Помимо Библии, мы признаем, что есть и труды духопророчества. Поэтому вместе с вами я хотел бы поделиться некоторыми емкими высказываниями сестры Елену Уайт. Почему я поднимаю этот вопрос? Я могу найти с Библией, но это будут как бы такие слабенькие утверждения. Елена Уайт очень четкие вещи говорит или проговаривает, или принципы, которые очень важны и открывают именно этот вопрос. Значит, первая цитата, на которую я хотел бы вместе с вами сослаться, где отвечается, как Бог разговаривает с людьми, она записана в книге «Патриархи и пророки», 471-я страничка. Интересные слова. Бог говорит со своим народом языком благословений. «Но если народ не ценит их, он обращается к нему, лишая этих благословений, то есть забирая их, чтобы люди увидели свои грехи и всем сердцем обратились к нему». Вот обратите внимание, вот в этой цитате мы видим два способа, как Бог обращается к человеку. То есть он эти способы выбирает, чтобы человеку что-то сказать. Первый способ – он дает благословение. Интересный метод – дает благословение. Неважно какой, дождь посылает, материальные благословения, здоровье дает, он пытается вот так что-то нам сказать. Но если человек глухой к этому вопросу, тогда он использует второй вариант, как разговаривает с человеком. Она говорит «отнятие благословений». У меня сразу возникает вопрос. То есть он или дает благословение, или забирает. А вот что в этом случае нам мешает понимать Божью весть? Когда я размышляю над этой цитатой, я сразу понимаю, что, во-первых, вот почему люди не слышат? Скорее всего, сначала они не видят в этом руку Божью. Ну дождь идет и идет, это метеоросводка. То есть человек не видит в этом Божью руку. Он приписывает это все случайностям. У меня тогда возникает вопрос, а зачем тогда Бог это все забирает? Вообще, зачем Бог выбирает именно такой способ общения с нами? Оказывается, вот эти два способа Бог выбирает только для того, чтобы решить две проблемы, которые у нас могут появиться. Первая проблема – показать нам наши грехи. И вторая проблема – решить вопрос нашего полного посвящения. Я снова поражаюсь Богу. Мы грешим, а Он для того, чтобы мне что-то сказать, посылает сначала благословение. Я бы хотел это проиллюстрировать на примере Библии. Как это происходит? Когда я читаю вторую книгу царств, я читаю интересную историю. Очень интересная. Это вторая царств, 7 глава, 19 стих. Это когда пророк Нафан приходит до Давида. Интересные здесь слова. «Этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи! Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль! Это уже по-человечески! Господи мой, Господи!» Я когда размышлял над этим отрывком, меня поражает. Вообще, почему Давид использовал это выражение по-человечески? Это только по-божье! Он рассказывает, дает благословение! Он пытается с нами работать! Это божеский метод! Давайте продолжим наше исследование этой темы. Следующая цитата – это «Свидетельство церкви», 8 том, 298 страничка. Бог говорит нам через свое слово, через свидетельство для церкви и через книги, помогающие нам уяснить наш нынешний долг и то положение, которое нам следует теперь занимать. Вот в этой цитате мы видим сразу три метода, через которые Бог говорит к нам. Значит, первый метод – это Библия. То есть, Бог использует свое слово, чтобы что-то до нас донести. Второй метод – это книги духа пророчества. И третий метод – это другая литература. И вот теперь я хотел бы остановиться на этих трех моментах и посмотреть, в каждом конкретном случае, что мешает слышать голос Божий. Если мы говорим о Библии, то это, опять же, нехватка времени, нет ответа на каждую ситуацию, а искать принцип «человек не умеет» или «лень». И третье – человек считает, что менять текст под себя – грех. То есть, если Бог говорит «Давиду», «Иову», «Нафану», нельзя свое имя подставить. То есть, это, получается, весть не для него. Если говорить о книгах духа пророчества, то что нам мешает слышать голос Божий? Ну, две причины сегодня люди поднимают. Это дороговизна литературы. Ну, сейчас вся литература дорогая. И третье – неверие. Находят разные причины. Это женщина сказала, это давно написано. Но Бог пытается через них говорить к нам. А дальше, если говорить о другой духовной литературе, то что нам грозит с этой стороны? Почему люди не хотят даже с этой стороны слышать Бога? То есть, для людей уже эта литература не авторитет. Опять же, может встать вопрос цены и нехватка времени. Следующая цитата, очень короткая. Это «Избранные вести», 2-й том, 71-я страничка. «Бог говорит через своих рабов». Что имеется в виду? Это не важно кто. Это может быть служитель церкви. Это может быть руководитель отдела. Это может быть простой обычный член церкви. Даже ребенок. И у меня сразу вопрос. А что мешает, или может помешать услышать голос Божий? Я когда думал над этим вопросом, мне кажется, есть три причины, почему люди вот так не хотят слышать Бога. С одной стороны, это предвзятое отношение к человеку. Я приведу пример. Я совершал служение в одной церкви, и там член церкви перед тем, как идти в церковь, звонит и спрашивает, а кто сегодня говорит проповедь? То есть, если этот человек не будет говорить, и он как-то относится к нему не так, он просто в церковь не придет. Второе. Вторая причина, когда человек знает его слабости. И третья причина. Человек желает свалить свою проблему на другого. Поэтому он не хочет слышать голос Божий через другого человека. Следующая цитата, тоже очень интересная. Она чуть-чуть длинная. Это книги «Путь ко Христу», 88-я страничка. «Бог говорит с нами через действия своего проведения, через влияние Святого Духа на наши сердца, в нашем окружении, в обстоятельствах нашей жизни, в переменах, которые ежедневно происходят вокруг нас». Посмотрите сразу несколько способов, как Бог с нами разговаривает. Первое. Она подчеркивает, что Бог может разговаривать через обстоятельства жизни. Я могу пример привести. Однажды собрался ехать, я жил в Ростове-на-Дону, собрался ехать в Донецк-Ростовский. Прихожу на автостанцию, говорят, трасса закрыта, снегопад. А я хочу. Я выезжаю на выезд с города, нахожу грузовую машину, чтобы ехать на попутке. Там можно доехать где-то за два часа. Я ехал почти сутки. То есть, Бог через обстоятельства не хочет нас пускать. Он понимает, что это и потеря времени, или еще что-то. Второй момент. Наша совесть. То есть, вот здесь Святой Дух начинает потихонечку что-то подсказывать. И вот сразу вопрос. А что нам мешает слышать Бога? Вот если говорить об обстоятельствах жизни, то сегодня человечество, чтобы добиться своего, готово пытаться что-то переиграть. Но так, чтобы получилось так, как ему хочется. А вот если говорить о совести, то тоже очень непросто. Можно ее просто вот так немножко заглушить. Как? Ну, найти какое-то оправдание. Даже библейское. Мы умеем это делать. Следующая короткая цитата. Это в журнале Review and Geralt 23 мая 1893 года. Бог говорит людям, пробуждая совесть. Ну, за совесть мы немножко говорили. Вот здесь просто единственный момент. Бог добавляет вот такой элемент, что Он будет нашу совесть, которая спит. Следующая цитата. Это в журнале Наставник молодежи. 24 марта 1898 года. Бог говорит через звуки природы. А вот это уже интересно. Вообще, как это происходит? Я бы хотел прочитать несколько отрывков из Библии. Когда мы читаем псалмист, в 18-м псалме Интересные такие мысли, говорит 18-й псалом, мы читаем 3-й, 4-й стих. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где бы не слышался голос их. И премудрый Соломон Давидович в 6-й главе притчи говорит нам еще одни мысли. 6-й и 7-й стих. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Нам кажется, а как Бог может через природу говорить? Я когда-то открыл интернет и посмотрел на ютубе, есть очень много записей. Оказывается, и планеты умеют разговаривать. Специальный в космосе звук есть, от каждой планеты свой. И Бог говорит, этот звук есть. Просто если мы настроены, человек может слышать. Следующая цитата, чрезвычайно интересная. Это свидетельство для церкви, 4-й том, 145-я страничка. Обратите внимание, в момент исполнения долга Бог говорит и дает свои благословения. Вообще интересный метод Божьего разговора к нам. И вот сразу вопрос, когда мы глухи в этом вопросе? А когда мы ничего не делаем? То есть не выполняем свой долг. Бог не может с нами разговаривать. Я хотел бы подвести небольшой итог. Давайте посмотрим вообще, как Бог говорит с нами. Вот этот выберем список, о котором мы сегодня говорили. Итак, Бог говорит через благословение или отнятие благословений. Бог говорит через свое слово, через свидетельство церкви, через другую литературу, через людей, которые нас окружают, через какие-то обстоятельства жизни, через совесть, через природу вокруг или во время исполнения долга. И вот, наверное, самая большая проблема заключается именно в этом. То есть, если мы хорошо знаем то, что Бог ожидает от меня и сознательно уклоняемся от выполнения своего долга, то фактически мы становимся глухими к голосу Бога. Но и здесь человек находит удивительный способ того, как обойти сознательное невыполнение своего долга. Интересная вещь есть. Когда я начну что-то делать, но не от всего сердца или не от всей души. Давайте снова вернемся к нашей заповеди. Это в книге Иеремия. И вот мы читаем вторая часть этой заповеди. Она просто повелевает нам выполнять волю Божию во всем. То есть, быть Ему послушным. То есть, если мы хорошо слышим голос Божий, неважно как и через что или через кого Бог говорит к нам, нам дальше проще будет выполнить волю Бога, когда я буду просить у Него для этого силу. Нам будет потом очень легко. Мы сможем испытать вот эти все благословения от соблюдения этой заповеди, которую Бог дает нам. Иеремия, седьмая глава, двадцать второй и двадцать третий стих. Я бы снова хотел эту заповедь прочитать, ибо отцам вашим я не говорил и не давал вам им заповеди в тот день, который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Вот мне кажется, если бы человек или вся нация выполняла вот эту заповедь, Бог бы не давал столько много законов, причем в таком развернутом виде, как мы видим впоследствии. И вся проблема в том, что люди не смогли выполнить даже вот эту одну заповедь. Но это в то время. А сегодня я поражаюсь, о ней даже не знают. Я бы хотел эту заповедь немножко переделать для нас сегодня. Когда я смотрю на этот отрывок, я ее немножко сокращу, чтобы она была понятна, емко и для нас. То есть Бог, обращаясь к каждому из вас, ко мне и к каждому из вас, Он говорит, я такую заповедь даю вам, слушайтесь глаза моего, а я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Я бы хотел вместе с вами помолиться. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе сейчас с благодарностью, что Ты будешь мою совесть, что Ты говоришь об этой заповеди, которую мы забыли. Господи, я прихожу к Тебе и прошу, прости за наш склероз, прости за нашу амнезию, за то, что мы сознательно обходим эту заповедь. Господи, прости за то, что мы находим много причин, чтобы Тебя не слышать, чтобы потом и не быть послушными. Прости нас, Боже, за это, потому что просим во имя Твое. Господи, мы хотим получать благословение, но не обращаем внимания на вот эти два момента – слышать и быть послушными. сделай нас слышащими и сделай нас послушными. Во имя Твое просим, Боже. Аминь. И в конце хотел бы вместе с вами прочитать интересное завещание апостола Павла. Я обращаю внимание на слово завещание, потому что по большому счету это так и есть. Когда мы читаем 1 Тимофея 6 главу, мы читаем такие слова. 13 и 14 стих. «Перед Богом, все животворящим, перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего и Иисуса Христа». Аминь.